Вставьте пропущенное слово или словосочетание. Бесконечный рост численности популяции микроорганизмов в промышленных установках при регулярном удалении избыточной биомассы микроорганизмов возможен при условии постоянной подачи достаточного количества какого-то вещества и еще удаления какого-то вещества. Вставьте, пожалуйста, пропущенные слова. По-другому можно сказать метаболитов. У нас происходит бесконечный рост численности популяции микроорганизмов. Запишите ответ. Особо охраняемые природные территории, включенные в международную сеть и на территории которых осуществляется глобальный мониторинг, называются, и они создаются под эгидой кого-то там. Ну, все верно. У нас биосферный заповедник или по-другому это можно назвать еще резерватом. Ну и, конечно, они создаются под эгидой ЮНЕСКО. Здесь мы должны установить соответствие. Рассмотрите представленную ниже схему, ну и соотнесите цифры, схеми и термины. Биогеоциноз, фитоциноз, гидротоп, биотоп. Вот, да, вспоминаем, что такое у нас биогеоциноз, да, это совокупность живых организмов, всех животных, всех растений, да, на определенной территории, которая проживает. Фитоциноз, это мы с вами помним, это у нас растительное сообщество. Это гидротоп, соответственно, это чаще всего это какой-то водоем, да, ну или же это какое-то место обитания, какая-то территория суши с определенным условием влажности почвы. Собственно, гидротопа мы можем называть и болотистую местность, да, и так далее, проживающие в них живые организмы, которые будут в этом гидротопе находиться. Итак, в первую очередь давайте разбираться. Вот здесь, что под цифрой 1 у нас? Что же входит у нас вот в этот вот круговорот? Куда у нас входит фитоциноз? То есть кто у нас ответил, что первое это B, те абсолютно правы, да, фитоциноз, зоосиноз и микробоциноз. Так, давайте разбирать, что же такое у нас под цифрой 2 идет. Под цифрой 2 все верно, кто у нас ответил, что это биотоп. Ну и под цифрой 3 у нас, конечно же, идет с вами так, не переключаемся. И под цифрой 3 у нас идет гидротоп, а все вместе это у нас биогеоциноз. К сожалению, на мой взгляд, схема достаточно сложная. И я могла бы сказать, что схема в принципе сложна для восприятия, потому что мы все-таки привыкли с вами видеть схему немножечко в другом виде и немножечко с другими терминами, наверное, так сказать. Но данный вопрос у нас относится к вопросам 10-11 класса. Соответственно, он достаточно сложен для нас будет, но мы не ищем легких путей. Установите соответствие, заполните пропущенные ячейки в таблице из предложенных вариантов, соотнеся их с типом распределения и причинами такого распределения. Глубоководные рыбы, сельдяной король и удильщики. Акулы, донные морские беспозвоночные, синицы, зебры и сельди. Ну и тип распределения у нас и причины. Какие? Случайные распределения, какие у нас групповые, равномерные. Особенно если вы помните такую прекрасную рыбу, как сельдяной король, так это достаточно редкая рыба и достаточно мало изучена, потому что на нее достаточно редко натыкались именно исследователи. Удильщики, мы, наверное, очень много вы про них знаете, потому что удильщики достаточно хорошо изучены, что там у нас превалирует самка, самец у нас маленького размера, и находя самку, он просто прирастает к телу самки, если помните, он паразитирует, питаясь ее питательными веществами, но взамен обеспечивая сперматозоидами для оплодотворения икринок. То есть очень интересное на самом деле такое сочетание, проживание двух рыб вместе. Итак, тип распределения у нас глубоководных рыб. Оно у нас считается случайным. Почему? Дело в том, что эти рыбы достаточно малочисленны, и из-за этого у них совершенно неравномерное заселение. Они заселяются в основном там, где у нас большое количество пищи возникает, либо же находят себе какую-то... Далее у нас акулы, донные всевозможные, морские, беспозвоночные. Что можно сказать про них? У них достаточно равномерное распределение, если особенно мы будем говорить с вами про донных морских беспозвоночных. Ну, в основном мы опять-таки будем говорить, что значит равномерное распределение, если у нас факторы среды позволяют нашим придонным, вот этим беспозвоночным там обитать. Если вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили, какая часть морского дна лучше у нас заселена. Это будут, конечно же, там где-то какие-то прибрежные части дна, дна, где у нас, соответственно, лучше прогревается вода, где у нас достаточно большое количество пищи. Если мы будем говорить про глубокие какие-то части морского дна или океанического дна, то мы будем говорить, что здесь у нас, конечно же, достаточно малочисленные будут данные представители. Но все же, да? Итак, причины такого распределения какие же у нас? А причина в том, что тут достаточно большая конкуренция у данных. И очень интересный пример зебры и сразу же сельди, где они у нас вместе обитают. Но это так, чисто как пример. На самом деле это у нас стадные или групповые животные. Вы, наверное, знаете, что сельди у нас в пасеке рыб, соответственно, сбиваются. А также у нас зебры являются достаточно групповыми такими животными, которые, соответственно, вместе у нас обитают. Благодаря особенностям размножения, благодаря тому, что им вместе намного выгоднее держаться, вот у них такой интересный способ жизни. Соответственно, вот наш правильный ответ. Но это мы все с вами разговаривали про живые организмы. А теперь давайте перейдем с вами на чисто экологическую тему. Установите правильную последовательность. В законодательстве РФ прописана иерархия обращения с отходами. Установите очередность пунктов, начиная с самого приоритетного, где один самый приоритетный. Это переработка, предотвращение образования отходов, уничтожение отходов, подготовка к повторному использованию. Мы с вами знаем, что на данный момент у нас вопрос именно обращения с отходами стоит очень острым. Так как сейчас на самом деле отходов от жизнедеятельности человека, а если быть точным, то от питания, всевозможные пластиковые, бумажные, стеклянные отходы, они в большом количестве поступают. И очень часто уже на данный момент, ну не часто, а много в нашей стране, образуются точек, которые предотвращают и появление, либо же переработку, либо же утилизацию данных видов отходов. Но вы в этом вопросе на самом деле очень компетентны. Итак, действительно, на самом деле в первую очередь у нас стоит предотвращение образования отходов. Почему? Потому что на данный момент все больше производителей у нас стараются упаковать в перерабатываемую тару наши пищевые какие-то продукты, либо же множество пищевых продуктов у нас пакуются в легко перерабатываемую, либо в разлагаемую упаковку. Например, до нас это, конечно же, не дошло, но у нас есть такие интересные случаи, когда, например, в экваториальных частях, грубо говоря, мира, там, где у нас происходит, там, где проживают люди, очень часто начинают паковать продукты, например, если, может быть, вы слышали, в пальмовые листья вместо пластиковой упаковки. Дело в том, что пальмовый лист у нас долго достаточно может храниться, он долгое время не разлагается, при этом на нем не образуется никаких там бактериальных носителей, никаких бактерий там не размножаются. И начинают просто какие-то продукты пищевые упаковывать, очень интересно перематывая пальмовым листом. На самом деле, очень интересная идея, потому что впоследствии пальмовые листы, они перегнивают уже самостоятельно. Плюс это упаковка, которую нам не нужно производить. Как еще у нас идет предотвращение образования отходов, кроме упаковки продуктов в какие-то многоразовые, что ли, как это, многоразовые упаковки, многоразовое сырье. Дело в том, что все больше сейчас начинает производить продуктов, которые у нас будут продаваться на развес. В том числе и в нашей стране, может быть, вы слышали, у нас был принят такой вот, можно сказать, типа законопроекта, из-за которого в ближайшем будущем у нас будет возвращение к продовольствию на развес. Далее у нас идет с вами подготовка к повторному использованию. Опять-таки во многих дворах мы можем видеть с вами муссонерные контейнеры, которые у нас специально выпускают, специально ставят для переработки стекла, для переработки металла, для переработки пластика, бумаги и так далее. Для того, чтобы повторно уже впоследствии данное сырье переработать. На самом деле это очень выгодно. Все, кроме пластика, у нас может многократно, как сказать, перерабатываться. Пластик тоже можно, но дело в том, что пищевой пластик можно перерабатывать не более двух раз, потому что при повторном, при третьем, четвертом и пятом перерабатывании в них накапливается достаточно вредный для человека соединение, и такой пластик у нас вместо пищевого уходит в пластик промышленный. Далее у нас идет уже непосредственно сама переработка. Чаще всего переработка у нас идет где-то на перерабатывающих заводах. У нас, например, в нашей стране таких заводов еще очень немного, но они у нас уже строятся. В основном у нас все-таки полигоны, на которых у нас идет захоронение отходов, либо уже у нас мусоросжигающие заводы, на которых у нас идет уничтожение отходов в виде сжигания. На самом деле сжигание отходов не всегда очень полезная штука. Почему? Потому что при сжигании очень многих веществ, пластика, резины, у нас выделяется огромное количество вредных веществ, которые потом выделяются в атмосферу, и, соответственно, загрязняют окружающую среду. Здесь у нас варианты ответа 2, 4, 1, 3. Установите соответствие, выберите правильный ответ. На рисунке изображены три вида зайцев – беляк, талай и русак. Соотнесите номера рисунков с названиями видов. Выберите из четырех правильных вариантов название правила, которое объясняет экологическую закономерность, изменение размеров ушей у близких видов животных. Но, конечно же, все у нас зависит от проживания наших прекрасных зайцев. Соответственно, мы должны с вами понимать, что чем более севернее живет у нас наш представитель, тем, короче, у него будут уши. Почему так происходит и для чего? Все дело в том, что чем холоднее климат, в котором у нас будет проживать наш представитель, тем, короче, у него будут уши для того, чтобы меньше терять тепла. Потому что вы прекрасно знаете, что, проходя через тонкую часть уха, кровь у нас остывает. То есть теряется большое количество тепла. Соответственно, давайте с вами понимать, какие виды наших животных, в какой климате у нас живут. Итак, заяц-беляк. Как вы понимаете, этот заяц, он живет на севере. Так, сейчас скажу, где же он живет у нас. Он живет у нас на севере России. Вообще, чаще всего распространен именно в России, в северной части России. Если мы будем говорить про зайца Талая, заяц Талая у нас обитает на востоке нашей страны, включая такие регионы, также распространен не только в Евразии, но и в Дагестане, и в достаточно таких умеренных широтах. Если мы будем говорить про зайца Русака, Русак у нас живет на западе России и в Европе, где климат достаточно мягкий, зимы там достаточно мягкие. То есть, соответственно, номер один – это у нас будет заяц-беляк, который у нас будет обитать в более прохладном климате. Значит, номер два – это у нас будет, соответственно, Русак. И номер три, как вы правильно, да? Так, нет. Первый у вас был Русак, номер два – Талай, третий – номер Беляк. Номер три – Беляк. Самые короткие уши у нас будет у беляка, потому что он у нас убитает в самом холодном климате. Номер два – это у нас будет Русак, и номер три – это у нас будет Талай. Вот, по крайней мере, да, по виду ушей и по форме морды именно так у нас и происходит. И такое правило у нас распространяется. Какое же правило по внешнему виду? Какое же у нас здесь правило подходит? Кто-нибудь слышал про правило Бергмана или про правило Аллана? Про правило Одума и про правило Шеннана я вас не спрашиваю, потому что чаще всего в экологии их не затрагивают. Но правило Бергмана и правило Аллана, по идее, вы должны у нас знать. Но на всякий случай. Кто у нас этого, может быть, где-то пропустил или забыл. Правило Бергмана – это чем у нас животное живет в более холодном климате, тем он будет больше, крупнее. Соответственно, мы можем это, например, наблюдать по волкам. Волки, которые у нас живут, например, в волчьи, не волки, а волчи, семейство волчьих, волчьих этих собачьих. Те волки, которые у нас будут обитать в тайге, они намного крупнее тех волков, например, степных. Почему? Потому что таким видам нужно больше тепла. И, соответственно, больше размер тела у нас концентрирует это самое тепло. Правило Аллана. Вступающей части тела теплокровных животных в холодном климате меньше. Опять-таки, почему? Дело в том, что это идет для экономии тепла. Например, если мы возьмем тех же самых степных лис, у них размеры ушей намного больше, чем у лис, которые обитают в наших районах, в наших регионах. Например, лиса фенек. Если кто-то из вас видел такого, у них вообще огромные уши. Для чего это делается? Это потому что тело данных представителей охлаждается за счет потери тепла именно через уши, потому что живут феники в пустынном климате, там, где у нас достаточно жарко. Так, если мы будем говорить про правила Шеннона, то здесь у нас не правило. Здесь у нас расчет Шеннона. Это показатели численности видов рассчитываются по определенной формуле. При учете площади, при учете времени размножения, при очень много всевозможных показателей жизни животных и показателей территории, на которых эти животные обитают, по расчету Шеннона мы можем примерно рассчитать, как будет у нас увеличиваться численность тех или иных видов. Ну и правило Одума. При неизменном потоке энергии через пищевую цепь более мелкие организмы будут превалировать в количестве, то есть биомасса таких животных будет намного крупнее. Здесь у нас идет правило Аллана. Соответственно, в более холодном климате у нас у животных меньше уши, меньше хвосты, но все выпирающие части будут меньше.